Здравствуйте, дорогие товарищи! Наши занятия в Красном университете в сезоне 23-24 неумолимо подходят к концу. И сегодня у нас по плану, по расписанию экзамен, который пройдет и для тех товарищей, которые обучались в очном формате, и для тех товарищей, которые обучались в формате заочном. Ну и под экзаменом, как водится, мы понимаем проверку ваших знаний. Ответ на один вопрос из каждого раздела марксизма-ленинизма. Один вопрос надо было выбрать по философии, один вопрос по научному социализму и один вопрос по политэкономии. Предлагается товарищам, которые, надеюсь, подготовились и готовы к этому испытанию, и присутствовать сегодня очно, выступить по предложенным темам с одним опросом по каждой теме. Выступать предлагается, с одной стороны, лаконично, с другой стороны, раскрывая, вполне раскрывая, ту тему, которую вы выбрали к раскрытию. Кто желает первым выступить, возможно, тому мы какие-то поблажки дадим. Пожалуйста, за поблажкой все готовы. Добрый день, Хлатанов Борис. Первый вопрос. Материалистическое понимание истории. Наверное, стоит начать с истории, вопросом об истории. На протяжении истории человечества возникало много разных теорий по истории общества. В основном их можно разделить на несколько больших групп. Это история развития духа, которая говорит, что миром руководит божественная воля. Вторая большая группа — это то, что историю двигают великие личности, то есть герои. Ну и третья, то, что это материалистическое как раз понимание истории. Значит, в чем оно заключается? Оно отталкивается от того, что человек как вид, он занят тем, что он производит и воспроизводит жизнь. И дальше, помню то, что человек — это общественное говорящие, творящиеся животные. Можно вывести то, что его способ производства жизни отличается от обычных животных. То есть он занимается развитием орудий труда, развитием форм организации труда и форм распределения результатов этого труда. Фактически, вот это и есть материалистическое понимание истории. Второй вопрос. Дайте определение капиталистического производства в понятии стоимости. Капиталистическое производство, если коротко, это всеобщее товарное производство. То есть такое производство, где все становится товаром или принимает его форму. Характерной чертой капиталистического производства является то, что товаром становится и рабочая сила. Дальше, понятие стоимости. А что такое рабочая сила? Это способность трубы. Дальше, понятие стоимости. Вот, не знаю, как здесь лучше, я могу именно вывести понятие стоимости или просто его стоить. Как вы считаете, так рассказывайте, выше рассказать, а не мы. Это логично. Тогда стоимость – это затраченная в производстве товара, человеческая рабочая сила, безотносительно к форме этой затраты. Она выражает то, сколько труда в том или иной полезной вещи, в том или иной товаре. Какого труда? Абстрактного. Так, значит, труд делится на абстрактный и какой-то еще, видимо. Конкретный, ну, типа, то есть, есть труд, например, у фрезеровщика, есть труд у маляра. Вот это уже конкретные труды, а абстрактный труд – это труд как таковый. А тогда что такое труд? Ну, сейчас боюсь, что не вспомним точное определение, но это, по сути, осознанное преобразование природы. Наверное, как-то так. Ну, можно, конечно, не так сказать. Что это материальное преобразование природы. Ну, а поэтому осуществляется ручным трудом, руками человека. Изменением материи. Ну, форма материи. Ну, да. То есть, труд – труд рабочего. Ну, не обязательно именно руками, то есть, нужно там использовать... Ну, это с помощью машин, конечно. Двигать можно машины. Ну, да, да, да. Если нет человека, то нет труда. Ну, а вот вы это определение не помните, которое давал Маркс? Труда? Она вам не понравилась, что ли? Нет, я забыл просто. Поэтому я попробовал сам его сейчас дать. Ну, вот как думаете, вот та проблемка, которую вы предлагали, она лучше напоминается, чем... Вот свое запомнил. А обмен веществ между природой и человеком – это сложнее запомнить. Полезная деятельность там еще. Конечно, Марксов это определение. Ну, здесь я даже как-то сразу спорю с Марксом. Вы с Марксом еще не спорите. Вы там сказнику спорите. Сказалось бы, у Маркса это было легко сформулировано, легче запомнить. Процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Во-первых, тут есть процесс присвоения расы. Это производство. Это производство в целом. А он все-таки имеет в виду, и наше внимание, это начал на другие рабочих. Извиняюсь. Целесообразная деятельность по созданию материальных благ. Совсем простая. Да, согласен. Молодец. Третий вопрос. Следующий. Сейчас, я забавно, еще где-то не написал. Советы и проблема отмирания государства. Что такое советы? Советы это основной вакон власти социалистическим государствам. Они основываются на выборе делегатов от производственной единицы, фабрики, завода, подхоза и прочее. Справа на подзывы. Значит, по проблеме отмирания государства. Стоит сказать следующее, что... Давайте на советах все-таки еще как-то повнимательнее останавливаемся. Разъясним, да? Да, разъясним. Это как-то вы так... Описательно как-то про советы. Вот вы сказали, там, организационный принцип советов. Какой? По производственным единицам. А что по производственным единицам-то происходит? И какой это орган? Этот орган, который на производственных единицах руководит? Или какой-то другой орган? Нет, ну, дальше они избираются, как бы, в вертикаль власти. Куда они избираются? Вот какие советы бывают? Куда они избираются? Какие советы? Первичные советы. Первичные. Чего они советуют? Первичные советы. Ну, как, может быть, совет Кировского завода? Вот вы говорите, избираются на заводах и фабриках. Совет Кировского завода может быть? Ну, не вижу причины, почему нет. Не может быть. Вы его иберите? То есть, есть совет Кировского завода, там, электросилы или что? Да, в принципе, если основываясь на истории вообще создания совета, советы появились как органы взаимодействия некоторых местных для организации статчиков, поставок и прочего. Соответственно, делегаты избираются в советы... В городе. В городе. На территории. В общем, на территории. То есть, это территориальные органы, которые избираются по какому принципу? По-принципам. Да. То есть, это органы территориальные, которые избираются на фабриках и заводах. Ну. И это важно. Согласен. Так. Дальше. Ну, а если вот попал человек неподходящий, все думали, что хороший, он попал сначала на съезд советов, поскольку его направил городской совет, а потом его избрали в центральный исполнительный комитет. Есть какой-то способ? Да, собственно. То есть, как раз-таки здесь вступает в силу право отзыва делегата, если, значит, недовольны им его избравшими. А что значит право отзыва? Право отзыва у нас тоже сейчас есть. Вот вы миллион человек или два миллиона соберите, и у вас тоже будет право. Право-то есть. Право-то есть. Ну, вот так вот, право отзыва вступает. Конкретно, кто будет отзывать этого человека? Будет отзывать завод, фабрика или цех на заводе. Такой завод? Ну, он избрал его на одном заводе, а отзывать будет другой? Нет. А? Нет. Те, кто избрали, тот будет. Тот и будет. Достаточно для отзыва? А он уже был членом городского совета, потом он был делегатом съезда. Съезда еще. Потом его избрали в центральный исполнительный комитет. А он депутатом остается? Ну, если он отзывается, то он, естественно, наоборот... Нет, если он еще не отзывается, то он, так сказать, если он только еще отзывается, но не отозвался, то остается. Если он отозвался, то... Если его уже отозвали. Но отзывать-то кто его будет? Ну, те, кто его избрал, то есть, как бы, производственная единица, которая... Коллектив производственного... Не единица и производственная, а производственная единица выпускает предмет потребления или средства производства. А тут не производственная единица, а коллектив производственной единицы. Ну, чувствует, что он не понимает, но не вполне еще может выразить. Но это придет со временем. Поэтому у меня, поскольку он первый смело выдвинулся и в основном правильно отвечал, мне кажется, можно отлично подставить. Можно с минусом. Согласен. С небольшим. Наоборот, можно с длинным. Но в протокол минус не идет. Вот в общем, дело. Вы же знаете, что в протокол минус не имеется. Хотя у меня тут тоже с минусом стоят. Это в виде конкурса. Минусов. Так, пожалуйста. Давайте. Бегунова Александра. У меня первые два вопроса идентичны, но немножечко будут по-разному звучать ответы. Материалистическое понимание истории. По Марксу история – это результат совместной практической деятельности людей. Человек изменяет природу в соответствии со своими целями и потребностями и таким образом создает свой особый человеческий мир, который мы с вами можем наблюдать. Это все сделано человеческим трудом. Вот. Собственно, материалистическое понимание истории в том, что история создается как трудовая деятельность людей, обусловленная развитием науки, техники и технологий. Маркс говорит, не разделяет историю народов, он говорит о единой человеческой истории и подразумевает пять общественно-экономических формаций, которые следуют одна за другой. Первая – первобытно-общинная, затем рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, а следующая будет коммунистическая. Первая – 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 первая Общественная экономическая формация – это общество на определенном этапе развития. Сейчас мы находимся в капиталистической, общественной экономической формации на стадии империализма, монополистической стадии. Собственно, еще различаются базис и надстройка. Базис – это, собственно, сам способ производства, а надстройка – это все общественные институты. Базис напрямую влияет на надстройку. Есть даже такое высказывание, что «бытие определяет сознание». Базис первичен. Это у кого такое высказывание есть? Это Марс? Не знаю. Вы знаете такого Марса? Я даже не слышал такого Марса. Вот я сижу на стуле, это определяет моё сознание. Нет, ваше сознание… Это же бытие. Это же бытие. Вы же сами сказали – бытие определяет сознание. Так это неправильно. Это неправильно. Бытие не определяет сознание. Конкретное бытие конкретного человека – человек – это продукт воспитания и окружающего действительности. Все. Продукт обстоятельства воспитания. Я просто не рефлектирую на этот момент. Она не видит различия между общественным бытием и бытием. Это очень существенно. Это существенно. И сознанием, и общественным сознанием. Речь идет об общественном. Общественное бытие определяет. Капитализм определяет. А конкретно в моем бытие… И сознание, Александр Сергеевич, общественное сознание определяет. Конкретное сознание не определяет тоже. У меня тоже есть вопрос, связанный с тем, когда вы говорите о том, что такое производительные силы. Это А, кто? Так, это у нас, собственно, труд рабочий. Ну, рабочая сила. Так. Средства производства – это орудия. Природные ресурсы – то, на что мы воздействуем. Трудные ресурсы являются средствами производства? Они являются производительными силами. И производительными силами они являются. Науку там вы говорили? Но наука что? Разве она производительная сила? Непосредственная? Ну, она… Можно ее туда отнести, потому что с помощью научных технологий у нас увеличилась производительная сила, мы можем на них влиять. А посредством одно? Да? Ну, да. А посредством другое дело. Каждый человек, чтобы приводить силы в движение руки, должен, между прочим, подумать. Ну, да. Поэтому, но из этого не следует, что ум – производительная сила. А производительная сила – это вот человек, имеющий руки, и который может регулировать средства производства. Средства производства впитывают в себя достижения науки, являются продуктом достижения науки, но наука сама по себе не является. И Янгельс говорит, что воплощаясь в основных средствах наука в основном капитале. Наука становится производительной силой. Только когда она воплощается в основном капитале. Если она не воплотилась в основном капитале, тут то, что мы написали на бумажке, никакой это производительной силой не является. Так что это важно. Хорошо. У меня еще есть вопрос, потому что вы нам рассказали, потому что я проверял вашу работу, и вы тут пишете, что сущностью любой общественно-экономической формации выступает способ производства. Что за сущность общественно-экономической формации? Что вы имеете в виду? Я имею в виду, например, что сущность капиталистического способа производства, ну, например, капиталистической формации, это ее капиталистический способ производства, отношение собственности на средства производства и присвоение туда рабочих. А вот смотрите, как определяется общественно-экономическая формация? Давайте разберем. У нас январь 1917 года. Производство у нас какое? Ну, вообще капиталистическое. Капиталистическое производство в большинстве своем. А общественно-экономическая формация у нас какая? Ну, у нас производственные отношения. Не-не-не, стоп-стоп-стоп. Какая общественно-экономическая формация у нас в январе 1917 года? Так, а вот это вы тут пишете. Основным отличием общественно-экономической формации друг от друга является различный характер, способ производства. То есть, по-вашему, способ производства определяет общественно-экономическую формацию? Это неверно. Вот вам пример. Подождите, у нас в этом году был капиталистический способ производства. Общественно-экономическая формация, как и нет. Но было несколько укладов. Я дам ее тоже. Если мы говорим именно о категории общественно-экономическая формация, чем она определяется? Способом производства. Нет. Она определяется политическим господством класса. Общественно-экономическая формация определяется политическим господством класса. Вот производство, там оно может быть капиталистическое. А если мы говорим об общественно-экономической формации, то мы смотрим на то, какой класс господствует. Именно поэтому в январе 1917 года у нас общественно-экономическая формация была феодальной. И еще феодальной. Поэтому и была буржуазная революция. Да, именно поэтому была революция. революция при этом может быть несоответствие там способ производства и господствующего класса так что здесь вот вы ошиблись собственно смена общественно-экономической формации происходит революционно в результате конфликта между производительными силами производственные отношениями производственные отношения стремятся прийти в соответствии с производительными силами непонятно то есть как вы сказали революция происходит революционно происходит эволюционно революционно революционно где же революция борются производительные силы с производственными отношениями они стремятся прийти в соответствие кто это совершает ее она что это производственно отношение совершает нет scriptures кstra и люди так что не знаком ст είчески класс remember Ну, так это классы, а не просто люди. Совершает передовой класс. Да, да, революционный класс, прогрессивный класс. Можно дальше? Да. Хорошо. А почему-то мы уже второй раз услышали ответ на вопрос материческое понимание истории, почему вам формировка Энгельса не нравится? Он же говорит прямо, что определяющим моментом истории человечества является в конечном итоге производство и воспроизводство человека. В этом, собственно говоря, заключено материстическое понимание истории, вот в этой формуле. Потом это можно, он раскрывает, это что? Это воспроизводство человека разваривается на две части, нужно непосредственно человека воспроизвести, но это как бы процесс не менялся уже на протяжении многих, что называется, веков. И надо произвести то, что будет обеспечивать его жизнь. Ну да, это более емко звучит. Так. Идем дальше? Второй вопрос. Второй вопрос. Определение капиталистического производства и понятия стоимости. Капитализм это общественно-экономическая формация, основанная на частной собственности, на средства производства и эксплуатации наемного труда. Это не является определением капитализма. Вот у меня тоже тут память. Да, я еще не закончил. У капитализма есть основные признаки. Это господство товарно-денежных отношений частной собственности. Товарно-денежные отношения вы у Маркса просчитали? Нет. Там нет таких у него слов. Я тоже почувствую. Нет. Формация какая? Капиталистическая. Ну если капиталистическая формация, значит, что там производится? Способ производства капиталистический, да? И что производится? Товары. Для обмена. Товары, да. Для товара что такое? Продукт, созданный для обмена. Все хорошо, сейчас все хорошо. А товарно-денежных, а денег что такое? Всеобщий эквивалент. Что такое товарно-денежные отношения? Ну это когда... Подождите, не просто всеобщий эквивалент. Это товар эквивалент все-таки. Деньги тоже товар. Товар эквивалент всеобщий. Который принимает форму всеобщности. Ну и что это получается? Товарно-денежные отношения. Товарно-товарные отношения? Что-то как-то странное. Вообще словосочетание товарно-денежные отношения, оно как-то пункт и дело. Выдали у Маркса, у Энгельса или у Ленина товарно-денежные отношения. Так как кто-то сборник же написал, это товарно-денежные отношения. Ее запутали новые нынешние экономисты. Нет, ну у нас же красная версия. И вы пока не распутали. Мы обращаемся к тем, кто эту науку сделал. Вы должны цитировать, скажем, или опираться на тех, кто это создал, или какие-то творцы товарно-денежных отношений внесли такой флаг. Ну кто это вот, то, о чем мы спрашиваем вас, кто это все разработал? Маркс, прежде всего, Энгельс и Ленин, да? Да. Даже Маркс и Энгельс, вот то, что мы вас спрашиваем, это Маркс и Энгельс все написали. И они никогда не писали товарно-денежные отношения. Ну, я учебается. 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 У Маркса вы не найдете, у Энгельса не найдете, у Ленина не найдете. Так, товарищи, у нас экзамен или допрос? Так, давайте мы к определению капитализма-то вернемся. Так, повторите, пожалуйста, определение капитализма. Общественная экономическая информация основана на частные собственственные средства производства и эксплуатации наемного труда. А что такое эксплуатация труда? Это тоже нельзя найти у Маркса, у Энгельса, не у Ленина. Кто эксплуатация чего? Кто эксплуатирует за кого? Что такое эксплуатация-то вообще? Да, это даже по-русски, как-то если послушать. Эксплуатация труда. Эксплуатация... Труд нельзя эксплуатировать где-то. Потому что труд входит в понятие эксплуатации. Эксплуатировать кого-то. Людей, человек, рабочих. Эксплуатация рабочих. Ну, так вы как-то их убираете, что ли, рабочих? Иначе как вы дальше-то пойдете? Ну, под наемным трудом, я же понимаю, рабочих. Ну, вы говорите, как она есть, так и наемная. Понятие должно соответствовать. Труд-то не является человеком. Труд – это процесс между человеком и природой. И это процесс между человеком и природой. Вы ставите место человека, место рабочего класса, место рабочего. Понятно. Так эксплуатация – это что такое? Использование. Нет, что такое использование. Вот я сейчас ручку использую. Вот это пишу, здесь вам будут писать оценку. Это я эксплуатирую ее, что ли? В какой-то мере, да, использую. Да. Ну, автомобиль, например, уже эксплуатирую. И меня, Красный университет, эксплуатируют. И всех не сосуешься, эксплуатируют. Я поселел дома Пелчаева, а тут меня используют. Я эксплуатирую. Все-таки мы имеем в виду эксплуатацию в политико-экономическом смысле. Как присвоение чужого неоплаченного труда. Вот что мы имеем в виду под эксплуатацией. И поэтому, когда вы говорите эксплуатация наемного труда, это масло масляное опять получается. То есть все из определений и следует. И все-таки я настаиваю, что то, что вы говорите, оно относится к капитализму, но определением капитализма не является. И вот это вообще так отличает в некотором смысле и Красный университет, и его слушатели, и книги современные по экономике. Вот там вот это вот написано, да, что там вот эксплуатация и так далее. Товарные денежные отношения. Товарные денежные отношения. И вот из этого определения можно вывести и эксплуатацию, и частную собственность на средства производства, и так далее, и так далее. Если товаром все стало, то тогда у вас понятно, что частная собственность на средства производства имеет место быть. То есть все стало товаром, в том числе и рабочая сила, то есть живой человек. Ага. Сейчас людей продают командами целыми, футбольными. Дальше идем. Основной закон капитализма – это закон стоимости. Стоимость – это общество. А про цель нам скажите? Вот цель тут написано. Про цель. Целью является присвоение прибавочной стоимости, создаваемой трудом рабочим. Это тоже неправильно. Или это не точно? Не присвоение. Задача не присвоить. Присваивает прибавочную стоимость капиталист. Просто по определению ее. Потому что никто другое присвоить не может. Капитализм так устроен. А целью капиталистического производства является именно производство стоимости в специальном ее виде. Производство прибавочной стоимости. Вот в чем цель. Не присвоение. Он произвести ее хочет. Она его, эта прибавочная стоимость. Так все устроено. Ему ее надо произвести. Как можно большему объеме. А не присвоить. Она уже присвоена. Она уже присвоена. Она произвела и сдавна читает, что это его. Так она уже подписана в слое прибавочная стоимость. Если больше стоимости, а производится прибавочная стоимость. Она уже присвоена как изначально. Хорошо. Стоимость это обеществленный в товаре труд рабочего. Собственно, величина стоимости определяется условиями производства, затратами общества и необходимым рабочим временем. Чем выше развитые производительные силы, тем ниже стоимость. Чем выше развитые налоги, тем ниже стоимость. Меньше стоимость чего? Ниже стоимость. Меньше требуется труда для производства товара, чем выше производственные силы. Это понятно. В этом и проявляется. Собственно, прибавочная стоимость – это стоимость, которую создает рабочий сверх стоимость воспроизводства своей рабочей силы. Которую присваивает И в этом его Собственная цель Третий вопрос Что такое научный социализм? Если кратко, это марксизм Ленинизм Это неправильно А вот на фаворилюшку Это марксизм А три источника и три составных части Марксизма, как же? Да, есть такие, это философия Давайте про составные части Какие три составные части марксизма Которые моментами являются? Философия, политэкономия Классовая войва Диктатура, протерация Нету Там одна из частей Один из моментов марксизма И марксизма, ленинизма Как наиболее современного марксизма Это научный социализм и есть То есть вы момент Отождествили с общим Но вы имели, наверное, ввиду, что они неразрывно Конечно, связаны с другими моментами И тут Поэтому используется научный социализм И в смысле марксизма Ну, мы нет Как бы мы это понимаем Немножко в другом смысле этот вопрос Нет, мы и так и понимаем В узком смысле это О политике Политическое учение Но, поскольку оно Связано и с экономией И с философией Они все поскольку связаны Поэтому это не только три источника Но и три составных части Но они части 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 Моменты, конечно Все три Собственно Это наука о познании и преобразовании мира Научный социализм Обосновывает историческое движение общества Как эволюцию Возникновение Развитие И гибель Общественно-экономических формаций Как эволюцию просто А вот есть утопический социализм Это тоже, так сказать Наука о том Как могло бы быть устроено общество Ну да И, кстати, там все устроено В этом смысле Это, кстати, наука, наверное, и есть Потому что там все логически Взаимосвязано Только единственное, что Не построить такое Нет, там нет материалистической основы А в чем отличие От научного социализма От утопического социализма Или от другого любого социализма Другого вида социализма Ведь социализмов-то на самом деле много Различных Опирается на диалектику Ну, опирается на диалектику Но этому недостаточно Ну, плюс материальная основа А в чем она? Где эта материальная основа-то? Что является материальной основой научного социализма? Способ производства? Нет. Ну, вот утопический социализм говорит о том, как можно хорошо создать вот это общество, так сказать, в мечтах. А научный социализм дает под это материальную основу. Какую? Он указывает на эту силу. Борьба классов. Классовая борьба. Нет. Ну, классовая борьба. Борьба классовая силу тогда. И буржуазия. И мелкая буржуазия, да. Так рабочий класс входит или борьба классов? Борьба классов, но это противоречие. Борьба классов или борьба рабочего класса? В научный социализм входит вся борьба классов или борьба рабочего класса? Ну, двух. Да? Нет. Борьба рабочего класса против буржуазия, это и есть двух. Только это борьба. А не везде. И поэтому можно сказать, что научный социализм это учение об освобождении рабочего класса. И вот когда я это сказал, я тут материальную эту основу указал. И на лекции, так и говорим. Да, вот так и на лекции. Без этого не обойтись. Поэтому материальная основа – это рабочий класс. Вот это и есть материальная основа, которой в утопичном социализме нет. Там все как бы должно само как-то появиться. А здесь рабочий класс должен бороться за это. И как класс организовывать вот это социалистическое общество. Поэтому, говорится, политическая теория рабочего класса. Как рабочий класс приходит к революции, осуществляет революцию, строится, залезет. Классовая борьба наступает движущей силой развития общества. Это общество целого. Любое противоречие – всегда движущая сила любого движения. То есть это как-то общо. Не повезло вам. Комиссия очень суровая. Вот мне тоже непонятно. Во-первых, человечество долго прожило в первобытном общенном коммунизме. И что, классовая рева была там? Там не было классов. Хорошо. Я думаю, что гораздо больше человечества будет жить при полном коммунизме. Надеемся. Надеемся. А вы так сформулировали, что не было и первобытного общинного коммунизма, и не будет коммунизма после того, как будут уничтожены классы. Так получается? Вообще, миссия рабочего класса – создание бесклассового общества. В этом его и есть исторические коммунизмы. На этом все окончается, что ли? Дальше социализм – это первая стадия коммунизма. Дальше продолжаться будет. Рабочий класс за что боролся? За то, чтобы закончилась первая фаза или за коммунизм он боролся? За развитие коммунизма он боролся. Развитие коммунизма идет при социализме? Да, идет. А по окончании социализма, когда он переходит в высшую фазу, идет развитие коммунизма? Значит, можно сказать, борьба за коммунизм в любом случае, когда вы находитесь в высшей фазе, в низшей фазе. Спасибо. У меня все. Принайшие вещи. Спасибо. Да, тяжелая комиссия. Молодец. Столько вопросов. Ну вот, товарищи, я поставил оценку хорошо с минусом, несмотря на все, так сказать, придирки, как вы считаете, я считаю, это эффективная оценка. И вообще, у вас чувствуется, что вы начитаны, разбираетесь, вам знакомы эти категории, но четкости еще не хватает. Вот над этим нужно поработать. Как понятие более четное, четко и конкретно связано друг с другом? И надо поработать над тем, чтобы различать, почему, скажем, Марк и Эмгельс не употребляли такие понятия, которые вы с легкостью употребляете. Когда они появились, зачем и к чему привели. Марк – это другой язык, а дело не в языке таковом. Там четкие, ясные категории. Что такое труд, что такое рабочие силы, что такое рабочий класс и так далее. Что такое производство, что такое базис, что такое надстройка. Так, ты кто следующий? Пожалуйста. Я уже думал, никто не захочет после такой. Здравствуйте, Коптюк. Антон, разогревайте, наоборот. Примеры понятий. Понятия, как… Еще раз скажите… Примеры, Коптюк. Коптюк. А зовут вас как? Антон. Коптюк, да? Да, точно так. Коптюк. Примеры понятий. Понятие, как бытие, через которое просвечена сущность, собственность. Нет, кажется, вот все-таки не очень понятно, почему вы начинаете с примеров понятия, когда еще не сказали, что это такое. Понятие – это бытие, через которое просвечивает сущность. А, вот так, да? Понял. Собственность, отношение субъекта к объективным условиям производства, как к своим. Дается. Производство, присвоение предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Процесс только. Процесс присвоения. Процесс присвоения. А что такое процесс? Процесс – это изменение. Да, это движение, связанное со временем. Или изменение, связанное со временем. Правильно. Хорошо. Товар. Продукт труда, созданный для обмена. Обмен взаимное, взаимообусловленное. Отчуждение. Товара субъектами. Так не пойдет. Товар более сложной категории. Более простую категорию обмен. Через более сложную определять нельзя. Так что вернитесь к определению этого. Обмен. Взаимное, взаимообусловленное. Отчуждение. Продукта. Продукта чего? Продукта труда. И иных объектов собственности. Да, и иных объектов собственности. Хорошо. Революция. Переход от менее прогрессивной общественной формации к более прогрессивной общественной формации. Слово «переход» создает такое впечатление, что надо ходить. Сколько шагов? Так, перешли до этого. 1500, 150. Перешли до одного. Переход или переворот? Переворот. Ну так это вообще честно. А революция, револьвер? Револьвер. Револьвер почему называется? Револьвер. Да. Поворачиваются. Поворачиваются. Да. Значит, революция, переворот от менее прогрессивной формы общественной формации к более прогрессивной общественной формации. А вот там получается, что вроде более прогрессивной еще нет, и поэтому... А есть только одна. Какой тут не получается переворот? А вы на них убрали и господствующий класс, и революционный класс, поэтому и без классов хотите рассказывать революцию. И получилось у вас непонятно что. Переход. Переход у вас получился. Это улицу перейти. А это не улицу перейти, это переворот. Что переворачивается? Переворачивается господствующий класс. Господствующий класс свергается. И на место господствующего класса и этого, старого, приходит господствующий класс новый. Тот, кто был внизу, становится наверху. Кто был не чем-то, стали... Вот. Тогда это переворот. А иначе у вас тут нет переворота. То есть как-то не должны быть вот такие заученные формулы, которые теряют связь с языком. С понятием и содержанием. У вас так формулы хорошие. Вы там запомнили, четкие дали формулировки, но в данном случае вот это не проходит. Переворот. Революция – это переворот. А кого и переворот? Понятно, что господствующий класс прежний теряет свое господство и уходит вниз, а наверх уходит новый, передовольный. Прогрессивный. Государство. Аппарат насилия правящего класса, господствующего класса. Для чего он использует этот аппарат? Для подавления, инакомыслия, для борьбы, для войн. Для подавления кого? На что направлен этот аппарат насилия? Или на кого? Он сам себя лупит, что ли, этим аппаратом-то? Господствующий класс? Ну, кстати говоря, да, и вот, так сказать, оторвавшихся некоторых своих представителей тоже лупит. Но основная задача-то в чем заключается? На кого отправлен этот аппарат насилия? Аппарат подавления? Класс подчиненный, класс эксплуатированный. Класс эксплуатированный. Политика. Классовая борьба за завоевание. Удержание и осуществление государственной власти. Партия, часть людей, объединенных общей целью. Ну, понятно, что он понятия некоторые выручил. Определение понятных. Ну, понятно, партия мне непонятно, что это такое. Часть людей, что руки, ноги, какие части имеются в виду? Группа людей. Часть людей, да, часть лишь и трупа. Группа людей. Группа людей. Разношатающиеся, что ли? Нет. Классы вам категории не подходят? Вы так хорошо, как все говорили, а тут вдруг классы куда-то пропали. Это разве не с классами связано? Партия, группа... Значит, еще раз. Какое вы понятие хотели? Политическая партия. Тогда надо исходить. А, какая еще партия бывает? Политическая партия. Мы же не Клиняк-Луев, это ли салатаристов. Государственная власть или интересов рабочего класса? В том числе и интересов рабочего класса. Все сводится к удержанию государственной власти. А содержание этой власти пропало. Что вы же? Интересы рабочего класса? Интересы рабочего класса, конечно, сводятся и к тому, чтобы удерживать, и к тому, чтобы осуществлять, и о том, чтобы преобразовывать и так далее. То есть, вы и так берете формулировки, они такие четкие, но иногда получаются какие-то пропуски какие-то важные. Все-таки, если идет классовая борьба, значит, все эти формулировки связаны с этой классовой борьбой. Ну, хватит, наверное. Дальше следующий вопрос, наверное, да? Да. Опять признаков империализма. Первый признак – конкуренция. Конкуренция? Признаки империализма? Да. Конкуренция производства капитала. Нет. Но это вообще невонятно что. Все, капитал с производства, он его калькурирует стал. Капитал – это и есть, так сказать, то, что является… Конкуренция была и до империализма, да? А все время сопровождает весь капитализм. Свободная конкуренция, капитализм. Она поднялась до такой ступени, что создала монополии. Так это не конкуренция. Ну, конкуренция тоже там… А концентрация производства? Концентрация производства, то есть объединение. Это получается слияние банкового капитала с… Подождите, давайте… Это вы сразу же… На базе этого финансового капитала, финансовой олигархии. Давайте с первым пунктом разберемся все-таки. Это концентрация производства с образованием монополий. Все, точка. Концентрация производства с образованием монополий. Да. Это первый пункт. Я просто в ответ… Я не уверен, что это ваш ответ я проверял. Ну, судя по имени и фамилии, это не ваш. Но тоже пишут все в одну, как бы, в одну строчку все пишут. И у них там… И монополия сразу же с образованием финансового капитала. И все вместе, в одну кучу накидали. Поэтому давайте разделим. Вот первый пункт – это концентрация производства с образованием монополий. Отлично. Второй. Второй пункт – слияние банкового капитала. Банковского? Нет такого банкового капитала? Имеется в виду огурцы. Банковый капитал? Да. Это у Энгельса. Я оттуда брал. Да. А вы не договариваете? Ну, слились, и что дальше? Ну, разлилось это все, и что хорошо? Кто руководить-то должен после этого слияния? Слияние и создание на базе финансового капитала. Не на базе финансового. А еще финансового у вас не получился. Вот это вот слияние промышленного и банковского капитала при господстве банковского дает финансовый капитал. А если этого нет, то никакого финансового капитала нет. У вас разорванные куски. Вы формулы заучили, а вот переходы у вас как-то страдают. И там слияние такое, мягкое слово вообще говоря. Потом там же Ленин разъясняет, что банковский капитал просто пожирает на самом деле промышленный капитал. Подчиняет. Подчиняет себе. Он же им господствует прямо, потому что он все уже знает про него. А не просто так они слились в экстазе, как бы в радость. Не дают деньги. И банковский капитал вы включаете производственный капитал или нет? Нет. Почему нет? Только если он пожрал промышленное производство, то банки являются командирами этого самого производства. Значит, он у них, у них финансовый капитал, это промышленный, который на службе банковского и под руководством банковского. И при диктатуре банковского капитал. Тут не просто они равнозначно сложились вместе. Как бы был банковский отдельно, был промышленный. И вот они как бы пришли друг с другом, мы договорились, объединились. Так не так происходит. И там из текста это следует, что это не так происходит. Банк подавляет. Они слились. Но в этом единстве побеждает, руководит банк. Руководящая роль у банковского капиталиста. И верховными капиталистами стали банкиры. Банкиры. А не промышленники, не форды. А промышленники теперь у них ходят в лейтенантов. Да. Просят денег, просят инвестиции. А им не дают, особенно вот нашим-то. Нашим вообще не дают. У нас 24% ставка. Да, да. Третий признак. Вывоз капитала, в отличие от вывоза товара, приобретает важное значение. А как понять вывоз капитала? Как вы это себе представляете? Ну, предположим, заработали в одной стране деньги, вывели в офшоры, построили заводы или вернули обратно в страну деньги, как авансирование. Что-то путано очень. Тут уже не авансированный. Это уже не авансированный капитал. Прибыль, наверное, они получают. Прибавочную стоимость. Получили прибыль, вывели ее и потом... Так, откуда они получились? Прежде чем отправиться за границу, надо иметь сначала то, что туда отправить. Они без денег туда разве пошли? Нет, с деньгами пошли. С деньгами, значит. Вот они эти деньги туда вывели, создали там производство. Стали эксплуатировать кого? Население местное. Вот то население, да. Которое можно эксплуатировать. Нет, нет, нет. Что ты тоже говорил? Что значит население? Рабочих они стали эксплуатировать. Рабочих, конечно. Так и местных специалистов тоже подключают к рабочим, чтобы они рабочих эксплуатировали, а им только денежки туда отправили. Но эксплуатировать-то рабочих, да? Рабочих, конечно. То есть рабочих, с помощью местных и точек других стран, менее развитых. Ну что, хватит? Так решающее значение только это приобрело, да? Вывод капитала приобрел решающее значение. Так, четвертый, давайте четвертый. Четвертый, четвертый. Это международные, международные монополистические союзы, которые делят мир. Так союзы делят. Нет, не союзы. Которые осуществляют эти союзы. Раздел мира идет. А раздели хотите, а вы о союзах говорите. Ну как-то надо формулировать так, чтобы идея, которую вы собираетесь высказать, и тут и получалось. Союзы с союзами делят мир. Капиталистические союзы капиталистов, которые делят мир. Государство делят мир. Государство делят мир. Вот в это государство. Ну государство это аппарат насилия капиталистический. Вот мы знаем, что там Африка поделена. Прям вот это вот французская колония, вот это там немецкая, вот это американская. Все поделено. И государство. Не союзы монополистов поделили. Хотя, естественно, они там договорились на этом уровне. Но государство, державы поделили мир. Как представители. И начали на самом деле уже переделы этого мира. В этом процессе же участвует руководство правительства страны, государство, участвует как организатор этого самого вывода. Или оно же, так сказать, кого представляет эти банки, финансовый капитал, оно и представляет. Не просто буржуазию, а финансовый капитал. То есть тот капитал, который под руководством действует банков. А банки ненасытные в этом плане. Давай еще. Туда отправляем капиталы, строим там заводы и по дешевке, так сказать, получаем тот же самый продукт. Пятый принцип. Все, мы уже пятый. Это был четвертый. Закончен территориальный раздел земли крупнейшими державами. А, ну это мы не сказали. Борьба за передел. И началась борьба за передел. Все, нету свободных земель уже. Все закончилось. Они начали уже грызть друг друга. И вот один уже образовался, самый крупный. Ну что, третий вопрос. Происхождение государства, сущность государства, формы государственного устройства. В момент перехода от первобытно-общинного, первобытно-общинной формации к рабовладельческому строю, вновь зародившемуся классу господ понадобился аппарат. А что, значит, вновь зародившемуся? А что, до этого был класс господ? До этого был класс господ. До рабовладения. До рабовладения. Вновь возродившегося. Возродился? Народившегося, он сказал. Народившегося. Народившегося, он сказал. Народившегося. Понятно. Я виноват. Я сказал возродившегося. Ну, послышалось, как возродившилось. Классу господ понадобился аппарат представителей вооруженной силы, который будет подавлять класс рабов. Аппарат представителей вооруженных сил? Они что там? Выборы проводили? Выборы проводили, да. Военные, да? Выборы проводили при рабоводении. Нет, без рождения государства никак. В Египте. Это у вас, в голове, в голове. В голове, да. Черепками голосовали. Это же рабовладельцы. Рабовладельцы могут создавать войско. Из свободных граждан могут привлекать и рабов. В качестве, так сказать, каких-то элементов этого войска. Это уже их дело. За рождение государства было в Афинах, поэтому... То есть аппарат не избирался? Аппарат вот этого насилия, он не избирался? Избирались представители? Представители. А сам аппарат-то, он как бы создан был? Нужно было должности какие-то там... Да, но они были что, выбранные там, это... Все должности были выбраны в этом аппарате? Они еще были выбранными и в первобытном общинном строе, там выбирали там вождя и... Мы сейчас же про уже рабовладельцы говорим. Да, мы говорим, что выборы в любом случае были. Ну как вы думаете, вот у меня тысяча рабов, а у вас три раба. И кто будет выбирать? Мы с вами будем спорить, да? Я буду выбирать вас. Вот это понятно. А если вы про такие выборы, то да. У нас таких с десятью тысячами рабами сто человек в Афинах, а нас таких с одним-двумя-тремя, но не несколько тысяч. Ну и то, что есть народные собрания по этому. А в народном собрании нас большинство. В народном собрании ничего не решалось. Конечно, не надо. Поэтому и демократия, что решает, бывали времена, когда решало народное собрание. Михаил Васильевич, в лучшие времена Демосу за то, что он посещает народные собрания, давали премию на вот те денежки, но за то, что ты хочешь. Я владелец в лучшие времена, когда ничего Демосу не дает, а реализуется... Это в лучшие времена для Демоса. Для нас, для Демоса. Ну давайте дальше. Сущность государства – диктатура господствующего класса. Формы государственного устройства. Формы государственного устройства. Демократия как формы государственного устройства. Так, значит, у нас получается формы государственного устройства. Рабовладельческая демократия. Феодальный строй. Феодальное государство. Буржуазное государство Социалистическая демократия Так феодальные государства какие? Если вы про формы говорите Вот рабовладение Вы назвали одну из форм Рабовладельческая демократия Есть такая форма Потом вы переключились На феодальное государство Какая форма основная Монархия Власти аристократии Ну да аристократия Дальше Следующая буржуазная демократия Известны две формы Буржуазная демократия Буржуазная демократия Это есть форма Буржуазная демократия и фашизм Социалистическая демократия С переходом Бесклассовое общество А социалистическая демократия Это не бесклассовое общество? Бесклассовое На первом этапе Это уже бесклассовое Уничтожение классов Стирание классов А демократия-то какая Когда вы говорили о владельческой демократии Вы вспомнили класса Когда вы дошли до социализма Уже классы вы даже и не вспоминаете Если мы говорим о социалистической демократии Еще классы могут быть Можем находиться в переходном периоде В переходном периоде все равно классы есть Со мной есть рабочий класс Мы говорим о социалистической демократии Уже на первой фазе коммунизма А может быть Товарищ говорит про переходный период Там же тоже социалистическая демократия Он так берет формацию И широкими шагами идет Хорошо Рабочий класс Рабочий класс Подавляет Классы эксплуататоров Буржуазии Сейчас я что-то запутал Это вы Дайте договорить Это при социализме Не понимаю Переходный период А при социализме Кто кого подавляет При социализме Идет борьба Со старым Мелкособственническим интересом Уничтожение классов А кто ведет эту борьбу Углавляет Кто борьбу при социализме Партия А рабочий класс не возглавляет Партия отодвинула его А потом уже отдала После того как отодвинула Отдала эту буржуазию Эту власть Так получается Так и было Так и было Так и было Вы так и рассказываете Как и было Вы рассказываете как было Как надо Знать как Как должно быть Рабочий класс что должен кому-то отдать власть До уничтожения классов Нет конечно Ну вот если он уничтожит классы Тогда уже ясное дело Все Рабочего класса А партия это его вспомогательное средство Которое Это организация класса Класс организован должен быть И для этого существует Партия Советы тоже Форум организации рабочего Это же форумы все Воюет то класс Если классы в борьбу А кто воюет Ну если мы с буржуазией воюем Так наверное Там не просто с буржуазными партиями воюем А с буржуазией В том числе Организованными в партии Также А кто воюет Рабочий класс Но организованный В свою Партию Рабочего класса А названия уже могут быть разные Там Помнистическая партия Ну что Все Я предлагаю оценить Это у меня маленький такой вопрос Индивидуального плана Вы какую школу закончили? Средненную Марксистскую Где? В Ленинграде В Ленинграде В Ленинграде? Спасибо Я считаю Что товарищ У него явное стремление К классовому подходу Но в форуме Они не явно выражены А стремление есть И поэтому Щеткость есть К формулировке Хорошая То есть Надо бы вот по этой дороге идти И все будет получаться хорошо То есть Такое благоприятное впечатление Складывается Ваши выступления Видно, что вы хотите понятия давать Но тогда уже Когда вы всали на эту дорогу Тут все сразу прицепляются Потому что если понятия То давайте их в чистом виде А не замазывайте Чем-нибудь Так какую оценку ты рекомендуете? Михаил Александрович Александр Сергеевич Ну я думаю Учитывая пролетарское происхождение Хорошо Хорошо Спасибо Ну это у Маяковского И жизнь хороша А и жизнь хороша Карлов Павел Жарко тут Как-то Нужны ли это? Нет Я в целом Обстановка Обстановка Я извините Комиссия суровая Все пробирается Извините Хотел вернуться к предыдущему оратору Просто на одном из лекционных занятий Михаил Васильевич попросил Антона напомнить Чтобы Михаил Васильевич Автоматом Поставил на экзамене Отлично Потому что Антон Без запинки На вопрос Михаил Васильевич Определение Определение Прям сходу Во А что ж вы молчали Я уже Все Он специально Он специально молчал Чтобы все оформили Это преступное молчание называется Да Ну с другой стороны И сам автор Он молчал Поэтому Ну что делать И сам был Харпичай Поэтому все Надо было сказать Проехали Ну хорошо Ну ладно Ему истинно Дороги Я понял Он все равно За истину выступает Так У меня вопрос 17 Определение Классов Основные классы Современного общества Ну давайте начнем С определения Классами Называются Большая группа людей Различающиеся По их месту В исторической Определенной системе Общественного производства По их отношению К средствам По их роли В общественной Организации Труда А следовательно По способам Получения И размерам Той доли Общественного Богатства Которые Они располагаются Но мне ближе Определение Владимира Ильича Ленина Которую он дал Своей работе Великий почин А именно Классы Это такие Группы людей Из которых Одна может Себе присвоивать Труд другой Благодаря Различию Их мест В определенном укладе Общественного А это не Определение Это добавление Это свисток Это из одной Работы Это в той же работе Сразу после Если я вас Спрашу Что такое Определение И вы скажете Наверное вы увидите Что это Качество Качество Которое В себе В простом Нечто В себе Это сохраняется Определение Если у вас Определение Доброе Так вы Всегда добрый А не только Иногда Качество Качество В себе В простом Нечто И сущность Находится В единстве С другим Моментом Этого Нечто С в нем Бытием А что Значит В нем Значит Во вне Проявляется То есть Если вы Добрый Только По отношению К некоторым Вроде Как для себя Во вне Это не Проявляется Поэтому Вот это Добавление Ленина Как раз Ответствует Тому Что Вот Определение Вот оно Раскрывается По содержанию А потом Резумируется А не то Что это Классы Как таковые Они у нас Возникли В истории Я имею ввиду При Разложении Первобытного Коммунизма Когда При разложении Первобытного Общинного Общества Тогда Появилась Возможность Заводить И содержать Работу А такая Возможность Она появилась Тогда Когда Развились Производительные Силы Дающие Возможность Получать С помощью Раба Не только Пропитание На самого Раба Но и Собственно На семью Рабовладельцев Соответственно Рабовладельцы Видя Такое Преимущество Владения Рабов Создали Насильственное Опарат То есть Государство Которое Подавляло Эксплуатирующий Класс Церкв Рабов Таким Образом Первое У нас Эксплуатируем 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 Так Поэтому Таким Образом У нас В истории Первые Классы Которые Выделяются Это Класс Рабовладельцев И Класс Рабов По мере Развития Рабовладельческого Общества Рабовладельческое Общество Перешло К феодальному Обществу Которым Образовались Новые Классы Такие Как Феодалы И Крепостные Крестьяне При этом Предыдущие Классы Капиталистов Как эксплуататоров Представляются Представителями Буржуазии В каком смысле Тоже Мелкая Буржуазия Это капиталистов А мелкая Буржуазия Это маленькая Буржуазия Это меньше Нет Не меньше Мелкая Буржуазия Вообще Не буржуазия Да Принято Ну так Кто такой Мелкая Буржуазия Дайте определение Будет ясно Мелкая Буржуазия Это кто Это Собственно Это человек Который Эксплуатирует Другого Но маленький Не вырос Нет Он который Не относится И не эксплуатирует А чем он занят Да он Собственно На себя Работает Что значит На себя Современный Такой Жармончик На себя Работает Вы не на себя Работаете Своими словами Он выражает В направлении В правиле На что Он работает Про Двойственную Природную Слышали Как Буржуазия Слышал У Ленина Очень точное Определение Но Как Пример Такой Двойственной Природы Крестьяне Когда он Работает На себя На селе Для себя Он работает Он не на себя Работает Он работает Нам все общество Если так Убрать По факту Но Это мелкий Хозяйщик Работающий На рынок А вы Не даете Игнорируете Рынок Все повторяете На себя На Иванова И так далее Но это Так не делается В науке Мелкий Буржуа Это мелкий Хозяйщик Работающий На рынок Никакой другой Фравлировки Нету Это у Маркса Нет Говорится О двойственной Природе То есть Он и рабочий Сам Участвует Это потом Мы про этого Мелкого буржуя Которого определили Можем рассказывать Подробности Но определение Должно быть четким Ясным И однозначным Потому что Рабочий Это тот Кто работает Кто создает Прибавочную Стоимость Продал Свои руки Капиталист А мелкий буржуя Не продает Ничего Никаких рук Своих Капиталист Он продает Товары Он работает На рынок В том смысле В каком Понимается Рынок А рынок Товару А нам Рассказывают Сказки Что они Работают На себя Какой же На себя Ты все Отнес туда И гроши Получил А цены На этом товаре Устанавливают Капиталисты Во многом А вот Нють не Мелкий буржуар Монополии Устанавливают Продолжаем Продолжаем Спасибо Что значит На первой фазе То есть В первой фазе Происходит Процесс Уничтожения Эксплуататоров Это неправильно Класс эксплуататоров Это неправильно Не в первой фазе В переходный период Уничтожаются Класс эксплуататоров Когда мы Въехали Социализм В социализм Когда у нас Стала Общественная Собственность На средства Производства Все Класс Эксплуататоров Уничтожен Как класс И не в момент социализма мы уничтожаем, а мы констатируем только тогда, что мы построили социализм, только тогда, когда этот класс уничтожен. Это неразрывно связано с этим. Собственно, что в 1936 году и произошло. А дальше что? И класс, и классы. Не алкоголь, ржавей. Классы, да. Потому что про один класс вообще нет смысла говорить. Все классы вообще уничтожены. Так, ну что у нас получается? Класс эксплуататоров уничтожен. Причем это класс меньшинства получается. Что? Класс меньшинства. Класс представителей... А вот так, если видишь правило, а класс эксплуатируемых-то что? Класс эксплуатируемых составляет большинство. Здрасте. То есть класс эксплуататоров уничтожили, а класс эксплуатируемых остался. Да еще большинство. Да еще большинство. Это здорово. Вот это интересно. Нет эксплуататоров, какие эксплуаете? Классы, классы уничтожены. Все классы уничтожены. Все классы уничтожены в политико-экономическом смысле. Это бесклассовое общество. Это бесклассовое. Все не уничтожено. Все в основном. Остались классовые различия только. Да, деление на классы. Ещё остались отпечатки. Отпечатки, да. Да, и при этом пролетарское государство, которое существует, оно, собственно, с этими отпечатками-то и борется. Должно было бороться. Должно было, ну да, мы же сейчас, я сейчас по-теоретически помню. Должно было бороться, кстати, пять признаков, которые Михаил Васильевич в своей книжке осветил. Что за признаки в этом освещали? Я не знаю, а что за признаки такие? Да, признаки боролись. Классик, а это уже интерпретация. Видите, как оказывается, пять признаков вы каких-то осветили в своей монографии. Расскажите, расскажите. Не, я на следующем занятии. Подробно. Цифра пять, если не согласен, но признаков не знаю. Насчет признаков, да, понятно, какого языка нет. Но цифра пять была. Ну, собственно, уничтожением государственного и уничтожением классов у нас данный вопрос как бы закрывается. Проследили мы возникновения классов, проследили мы… Ну, он вроде бы и закрывается, но мы живем в таком обществе и в такое время, когда вот как раз он не закрылся, а открылся. Открылся снова разное общество. Поэтому, так сказать, как бы так вот легко сказать, что само собой закрывается, не закрывается. То есть судьба дальнейшего движения, перехода социализма в каудизм, она также проблематична. Это будет зависеть от того, как будет бороться рабочий класс, как ему будут помогать, и как будут действовать его противники, и как они будут дурачить рабочий класс. Вот одна из форм, или один из способов борьбы с этим, это все-таки людей просвещать, чтобы люди видели, как с ними борются. Потому что, если бы люди были подкованы в этом отношении, а они, посмотрите, там, научного социализма не было уже с начала 50-х годов, он не преподавался нигде. И не только противники, отрицание-то есть и в хороших людях. И в хороших людях, да. Так что это не так, что прямо уничтожить всех надо. Я-то по себе знаю. Так я тоже про себя говорю. Я имею в виду, что заканчивается мой ответ. Так, какие вопросы, дорогие товарищи? Ну, мы задавали много вопросов. За другое. Хорошо-то можно поставить. Не пытка, у нас испытание. А, у нас не пытка, оказывается. А что же сразу-то не сказать? А мы-то точно... Мы только в жерстке. Допрос был. А на первом уже... Собственно, у меня есть... Еще два вопроса, конечно, остались. Но коллеги уже, товарищи, выступили. И дополнять или развивать тех, наверное, смысл большого года? Почему нет? Может, они-то понимают. Такая оценка, наверное, уже не изменится. Почему нет? Есть возможность еще. Факализм. А потом новые нюансы, может, какие-то выяснить. Да, я боюсь этих новых нюансов. Экзамены – это форма учебы и контроля. То есть на первом месте учеба, а на втором – наизуевская форма. Нападают на души. Так что, какой второй вопрос-то? Давайте я попробую осветить вопрос материалистической понимания истории. Да, вот, хорошо. Да, материя – это то, из чего все в природе состоит. И материя есть объективная реальность. То есть она существует сама по себе, независимо, собственно, от наших с вами желаний. При этом материя развивается, меняется по объективным законам природы. Такие законы, мироздания, властвующие на материи, в целом изучает наука философии. Это наука всеобщих законов природы, общества, мышления. В самой философии есть два таких течения, два больших направления. Это идеализм и материализм, которые сложились исторически. При этом материализм и идеализм по-разному отвечают на один из важных вопросов. Что первично, а что вторично – материя или сознание? Ну, соответственно, материалисты считают, что первично – это материя. Идеалисты – что сознание. Материалисты считают, что в материи зародилось сознание, а идеалисты говорят, что сначала было слово, слово было у Бога, и слово – это было у Бога. В Евангелии. Что значит, что в материи зародилось сознание? Материалисты считают, что сознание – это просто свойство такой материи. Что же в нем оно зародилось? Сознание от материи не может быть. Это сознание от материи. Свойство отражения. Отражать, и оно развивается до сознания. Сознание – это свойство вашей материи, из которой вы состоите? Ваше сознание? Мое сознание? Да. Ну, конечно, сильное теле, естественно. Ну, а той материи, из которой вы состоите? Вы же материальный человек. Значит, ваше сознание – это свойство чего? Чего? Меня. Не вас. Да. И кого-то другого, именно меня. Ну, собственно, как уже было сказано, материализм возник давно. И материалисты также полагали, что человечество, как часть материи, развивается благодаря, соответственно, законам природы. Однако доказать этого не было никакой возможности. То есть не могли найти такую субстанцию, которая не зависела бы от воли людей. И в своих работах Маркс и Энгельс показали, что выявили материю, первичную по отношению к общественному сознанию. По сути, это биологическое естество человека. То есть, простыми словами, да, потребность любого живого существа, ну, в первую очередь, естественно, человека, которое толкает его на развитие. Это кто? Это мы сейчас... Развивается подременность или человек разживает? Сейчас, подождите, я тут сразу вопрос задаю. Да. Вы определились, от чего говорите вы сейчас, когда вы это формулируете? Это что вы определились? Я говорю о том, что Маркс и Энгельс выявили материю, точнее, не материю, а... Доказали, что материя первичная по отношению к общественному сознанию и... Сейчас, секунду, подожди. Это нехорошо. Не доказали они это. Это нехорошо. Материя, она первична по отношению к сознанию. А вот к общественному сознанию первична общественное бытие. И это уже изучает исторический материализм. Который тоже Маркс и Энгельс вырабатывали. Да. Это не вообще материализм, а это исторический материализм. Это вопрос о материальных основах развития общества. Развитии социальной материи. Тогда давайте, наверное, на этом... Потому что следующая часть моего доклада, она абсолютно в другую сторону откроет. Другая. Но я хотел бы сказать про производство общественное... А вот все-таки к материи. Если мы все-таки говорим про определение, не про материю начали говорить. Вы сказали, что материя – это все то, из чего состоит все. Или как это, как это сам начало? Материя – это то, из чего состоит, собственно, все в природе. Ну, вот как-то вот состоит... А почему нельзя сказать, что материя... Это все? Это единое, что есть. Хорошее определение. Вот все, что есть этой материи. Когда мы... Ну, и там бытие сразу же... Да. Есть это бытие, там вот в этом определении оно зашито, да? И когда мы изучаем науку логики, мы как бы вообще изучаем движение материи. Тут сразу же понятно. Начиная с чистой митрии, да? Да. А поэтому... А у вас состоит... Что это за слово «состоит»? Это какое-то... Начинается какое-то... Составленное какое-то, да, да, да. Если бы вас спросили, а из чего состоит материя, вы бы ответили. А вас не спрашивают, из чего она состоит. Проще. Что это такое? Проще. Я вас спрашиваю, ваша фамилия? Вы говорите, у меня есть сердце, легкий... Желудок. Поджелудочная железа. Как-то и не очень, получается. Спасибо. Товарищ, уверенно хочет завершить свой ответ. Товарищ понимает. Что дальше будет. Лучше лишнего не говорить. Я считаю, что... Лучше подговориться. Хорошо. Я тоже так считаю. Это вполне... Нет, чувствуется, что он разбирается. Правда? Да. Человек готовился, разбирается. Вы согласны? Да, хорошо. Но и чувствуется, что надо еще порадовать. Еще надо, да, семейство. Да, это непростые вещи. Конечно. Особенно формулировка. Вроде кажется, что сказал, а оно... Когда экзаменаторов почти больше, чем присутствует. Да, и когда работает с понятиями, и мы тоже. Да. Вот важно, вот эти развлечения, почти иногда невидимые и неосознаваемые долгое время, потом вдруг открываются. Хотя близкие понятия, как тоже диктатура рубитряда и эволюционная диктатура рубитряда, вроде всем понятно все. А выяснилось, что непонятно. Так что вот понятие надо везде видеть, где тут оно и как связано с другими. И какие в нем самого есть развлечения. Ну что, хватит. Запоставили. Спасибо. Так, кого бы еще попытать? Я последний раз знаю. Добрый день, здравствуйте. Короткий Юрий. Как еще раз? Короткий Юрий. А уж и короткий Юрий. Я бы, не может, очень понравилось, как так мучился коллега с интересным пониманием истории. Девятый вопрос. Потом, соответственно, шестнадцатый. Зачем нужно государственное эволюционное? И тридцатый вопрос. Рассказ о опыте борьбы, профсоюзов, по сути, организации за права работников. Это приближение реального сдержания зарплаток, стоимость рабочей силы, сохранение рабочих мест, и заключение прогрессивных коллективных логвардов. Соответственно, первый мой вопрос – это материстическое понимание истории. А я полностью синтезируюсь с предыдущим. И хотел бы добавить единственное, что само материстическое понимание истории, оно происходит из диалектики Гегеля. Она прямо... Марс и Эггис, вдохновившись самой конструкцией, предложенной Гегелем, они гегельскую диалектику применили просто к рассмотрению истории. То есть... А не происходит это изучение Маркса и Энгельса? Так все-таки считать, что реалистическая диалектика – это творение Маркса и Энгельса? Конечно, творение Маркса и Энгельса, но они вдохновились диалектикой Гегеля и творческие применили. Но они не только вдохновились, они вооружились, они опирались. Но все-таки это произведение не Гегеля, а произведение Маркса и Энгельса. Но оно является логическим продолжением. Ну, конечно. Соответственно. И ведущим, как уже говорил предыдущий спикер, является развитие производительных сил. А уже на основании того, как в зависимости от эпохи, в зависимости от различных исторических обстоятельств развиваются производительные силы, развивается уже, соответственно, сознание. Как одно из отражений. То есть, минуя базис. Ну, как? Ну, раз, потому что сразу у вас производительные силы и сознание, и все. А базис тут ни при чем экономически. То есть, производственные отношения вы игнорируете вообще. И хотите сказать, что вот это от Гегеля взяли Маркс и Энгельс, наверное? Потому что Маркс и Энгельс говорили о базисе, о производственных отношениях, а вот Гегель нет. Но Гегель вообще, он не касался сильно. Так вы не касаетесь, и вы сейчас не касаетесь, вы сразу рад, что у вас там... Почему? Производительные силы, произведительность труда, новые какие-то технологии, появление новых технологий. А производственные отношения есть у вас? Конечно. Производственные отношения. Как называется они? Что такое производственные отношения? По отношению к чему? По отношению друг к другу. Производственные отношения это в том числе и стадии развития общества. Это не стадии производственные отношения, это отношения. Какие отношения между людьми называются производственными? В процессе создания какого-то продукта развивается производственное отношение. какого-то товара, какого-то продукта. Одного? Различные производственные отношения, они совсем различные. Производство материальных влаг не проще сказать? Да. А у вас какого-то все время один заставляет? Производство материальных влага, в зависимости от эпохи развивается множество различных отношений. Если в средние века были какие-то категории, которые складывались кластеры каменщиков, кластеры лесорубов, кластеры иконописцев, потом, соответственно, иные мастеровые классы какие-то. При различном укладе, если у нас в России, например... Это не подходит под понятие классов. Понятие классов что такое? Это что, отдельные какие-то группы людей? Или это группы такие? Да. Это по размерам общества, на которые общество делится? Да. А вы сейчас начнете делить вот этих деревообделочников отдельно, рыболовов, здесь, значит, птицелов, здесь шоферы... Нет, это про производственные отношения. Производственные отношения отношения в процессе производства. Какого материала? Слово самого, в этикепе. Производственные отношения отношения в производстве. Производственные отношения в процессе производства. Все это правильно. Что там? Вот, не надо. Ну, я только вот этот маленький кусочек хотел добавить в предыдущий. И в основном с ним солидизироваться. То есть хотите, чтобы вам тоже считали? Стои не за что. В этом плане я хотел бы... Это сложный вопрос, на самом деле. Михаил Васильевич подчеркивает его сложность. Поскольку он происходит из... Как корни его лежат в диалектике Гекеля, поэтому Марско-Эндрис еще более творчески переработали, переложив на уже реальную почву. Выведя, собственно говоря, преобразуя продукт, полученный от Гекеля уже в Максиме. Продукт? Ну, вот, Гекеля. Гекеля, Марско-Эндрис. Они что, переделали его на уголоке? Нет, они его творчески переработали и развили его. Дальнейшее продолжение просто оно может являться корнем. Ну, корнем это не значит продукт переработки. Это основание для того, чтобы не вернуться вперед, а не продукт переработки. Они не перерабатывали, они взяли диалектический метод, а предмет у них свой был. У них предмет был такой, как у Гекеля? Они изменили его. Они его не изменили. Они его не изменили. Совсем другой был предмет. Гегель идеалист. У него идея идея. Идеализм. Поэтому они не изменили его. У них прямо противоположный предмет. А у вас получается, что они один и тот же предмет имели. А диалектический и исторический материализм это вот такие две науки и две части. Они не заслуживают того, чтобы их поставить не рядом, а дальше, вслед за Гегеля. Да. Не заслуживают. А не так, что это продукт, просто переработки Гегеля. Продолжение. Совсем так. Предмет другой у них был. Не такой, как у Гегеля. Если вы возьмете попытки Гегеля что-то говорить о проблемах общественных, получается, там полная ерунда. Вот критика гегельской философии и право. Почитайте. Что там говорят? Потому что и Маркс, и Энгельс, они бы с удовольствием бы назвали Гегеля своим учителем, а Гегель бы... Что значит «бы»? Они так его называли. А Гегель бы с удовольствием не отказался об от таких учениках. Маркс, Энгельс так и сказал. Отношение моё к Гегелю определяется очень просто. Гегель мой учитель. И всё. Но это не значит, что он взял, просто переработал, взял книгу эту наукологию, переработал, переставил и выдал за свою. Так, что ли, вы это представляете? Если бы в ту эпоху были какие-то кандидатские докторские диссертации, то Гегель вполне мог бы стать их научным руководителем. Мог он стать руководителем. Одно дело научного руководителя, другое – другой учёный. Вот скажем, капитал Маркса, он не ниже вегелевской диалектике никак. Но это отдельно. И там метод другой. Диалектико-материалистический в капитале Маркса. И противоречия там используются, но по-другому они используются, и другие противоречия общественные. Ну, в общем, это бедное, что кто-то у кого-то что-то заинствовал. Нет, я не заинствовал. Они не стоят засредоточить. Там никого творческого развития нет. Творческое развитие – это, получается, развитие идеализма. То есть вы хотите сказать, что марксизм, материализм – это творческое развитие идеализма. Это как один был крестьянин. Пошел на лекцию, а потом жена у него спрашивает, ну что было? Это какой-то Маркс какой-то Гегеля зерно украл. Наверное, судить будут. Как-то это надо вот все-таки у нас серьезно так, серьезно к этому подойти. Уточнить и… Это другая, более высокая наука, материалистическая диалектика, исторический материализм, политическая экономия, которой никакой не было тогда политической экономии толковой. Уважаемая комиссия, позвольте закончить развитие… Закончить запросто. От этого вопроса и приступите ко второму. Зачем нужно государственное регулирование? Государственное… Регулирование экономики. Экономики. Соответственно, если государство есть способ подавления власть имущих элит, спортированного населения… Какие-то власть имущие элиты появились? Это не очень хорошо. В целом. Да, согласен. Правящий класс вас не устраивает. Да, в какие-то власть имущие элиты. Конкретно класс буржуазии. Вы хотите его не называть, как бы оставить в тени. Кто это делает все? Класс буржуазии. Класс буржуазии. А, вот. Вы секретил, наконец. На мой взгляд, государственное управление само по себе, оно более всего в капиталистическом государстве напоминает трастковое управление. То есть, капиталисты, они договариваются о том, что для того, чтобы они получали наибольшие барыши, чтобы… С кем они договариваются-то могут? Между собой. Между собой они договариваются. А каким бы образом? Ну, с точки зрения государства… Ну, если у меня 100 миллиардов капитала, а у вас 3 миллиона. Я с вами буду договариваться при капитализме. А, с точки зрения существования государства и с точки зрения существования различных капиталистов важны какие-то арбитры. Вот арбитром я и являюсь. Если у меня 100 миллиардов, то я и ставлю и премьер-министра, и правительство, а вы будете выполнять те законы, которые будут приняты. И, возможно, даже президент. Какая-то нужна иллюзия для того, чтобы это общество существовало? Нет, нам эта иллюзия тут не нужна. А здесь получается фашизм. У нас... Давайте нырнем прямо вглубь и поймем, что там происходит. Без... да. Без выхода в шутку. Необходимо просто какое-то сохранение баланса интересов для такого, чтобы... Это вы на какой вопрос отвечаете? Кому нужен этот баланс интересов? У нас? Государство. Чтобы государство существовало, для того, чтобы буржуазия получала максимальные прибыли, но и для того, чтобы... Там нет никакого баланса, есть господство буржуазии. А вы хотите выдать господству буржуазии, диктатуру буржуазии, за баланс интересов. То есть, вот у нас с вами баланс интересов, я вас подавляю, так все у вас выбираю. Вы балансируете. А вы говорите, вот спасибо за баланс интересов. Интересное получается дело. Откуда вы такую технологию взяли? У каких классиков? Баланс интересов. И так и балансирует. Кто балансирует на грани жизни и смерти? Нет, ну есть кто балансирует. Наверное, рабочие, пролетали. Крестьяне. Крестьяне тоже балансирует, да. Разорятся и не разорятся. Да. Соответственно. Так, вот хотелось бы, чтобы вы на поставленные вопросы отвечали, а не на другие. Вы на какой вопрос отвечаете сейчас? Зачем нужно государственное регулирование? Я просто, возможно, не те вопросы с кем я... Нет, этот вопрос, надо понять. Когда оно вообще возможно, это государственное регулирование? При существовании государства государственное регулирование невозможно. Государственное регулирование экономики когда возникло? Оно возникло на стадии какого? Просто стихийного капитализма или уже капитализма на его высшей стадии. При развитии капитализма на его высшей стадии. То есть мы все-таки говорим о монополистическом капитализме. И только тогда это возможно, на самом деле, это регулирование серьезное. Ну и о роли самих монополий в регулировании самих себя. Сейчас монополии борются за минимизацию государственного регулирования, за то, чтобы они все за уничтожение государственных границ, пошлин и прочих инструментов, которые разделяют государство. Это кто на это выступает? Монополии. Какие? Леквидацию границ? Не границ, а таможенных барьеров, каких-либо преференций внутри государства? Это выступают на специфические монополии. Ну они, во-первых, преференции себе получают. Со слабыми, так сказать, своими контрагентами, которые менее развитые, в том, что они никаких препятствий ставить не будут. Иначе мы туда пришлем войска. Вот так они и договариваются. Это какая же, это же диктатура Бургразии. Это не регулирование, это не имеет никакого отношения к экономике. Это не регулирование, это экспансия, это захват новых рынков, источников сырья. Соответственно, регулирование происходит через фискальную политику, монетарную политику, регулирование внешней торговли, контроль за распределением доходов. Что значит? Контроль за движением доходов. Что тут регулировать? А, за распределением доходов? То есть, если просто сказать контроль за движением доходов, а то не двигается, у меня все доходы у вас не упоминят, чем я контролирую. Соответственно. Чтобы у вас и не было. Каким-либо образом через налоги. У нас вот пока они никак не регулируются, но... Через налоги, да. То есть, надо еще через налоги с вас взять за бедность. Потому что вы виноваты в том, что вы бедные. Потому что кто богатый, это значит, потому что он умный. А вы, бедные, сдавайте налоги. Вели, наконец, прогрессивный налог, за который мы выступали 20 или 30 лет. Так себе он. Мы-то выступаем на налоге не прогрессивный. И чему они служат? Вот нам надо что-то прояснить в этом вопросе. А, Б, С, Д. Административный метод. Что это такое? Административный метод. Что это? Административный метод переводится как «управлять». Административный метод – это метод управления. Заморозка цен какая-то на предметы первой необходимости. Заморозка чего? Заморозка цен. Где вы такое видели? Не знаю. Кто это использует такое? В принципе, этот инструмент есть. А? Эта инструментария такой, что, там, скажем, на бензин, на... Где вы такое нашли при капитализме? Заморозку цен на предметы употребления. Скажем... Существует тысяча способов повысить цены путем переименования товара, например, в другой вид и в другую упаковку переделать его. И поставить. Или технические условия поставить вместо ГОСТа. И все. И, пожалуйста, повышайте его. Сколько угодно существует методов. Как-то вы тут апологетически рассказываете. Вот они тут регулируют. Что они регулируют? Какой смысл этого регулирования? В чьих интересах идет регулирование? Да, да, регулируют, так в чьих интересах идет? В интересах буржуазии. Ну, так, конечно. Что им цены-то ограничивать? Вопрос в том, чтобы сохранить, избежать социальной напряженности. Другими методами он их... А для этого создается армия безработных. Чтобы, так сказать, те, которые будут бушевать, их уволить, они будут безработными. И это как раз один из... Вот и метод регулирования. Метод регулирования. Инфляция. Не случайно. Это последняя страница капитала, где говорится, какие гири тяжелые, несет рабочий класс на ногах, и они создаются. Вот это и было государственное регулирование. Государство позаботилось о ком? О капиталистическом классе. О том, чтобы у него были такие работники, которые много не требуют. Потому что если будут требовать, уйдете в безработный. Это государственное регулирование. А у вас как-то государственное регулирование в цветах представлено? Ну, цель государственного регулирования, на мой взгляд, в том, чтобы социальные конфликты как-то гасить. А цель в том, чтобы обеспечить интересы буржуазии? Да. Диктатуру буржуазии обеспечить, это не цель? В интересах буржуазии просто продолжать жить. Потому что если тут происходят какие-то расизмы, то жизнь буржуазии угрожает народу населения, возмущенное. Капиталист это кто? Капиталист это человек, обладающий капиталом. Это персонифицированный капитал. Есть такое замечание у Маркса. Если капиталист это персонифицированный капитал, а капитал это что такое? Капитал это самовзрастающая стоимость. Значит капиталист должен как персонифицированный капитал обеспечивать вот это самовзрастание стоимости. И не получается так, как вы там рассказываете, что капиталистам можно спокойно жить вот так вот. Хорошо. Просто их задача просто спокойненько жить. Им надо обеспечивать это самовзрастание стоимости. Обязательно. Если они этого не обеспечивают, их на помойку истории сразу же вынесут. Другие граждане, капиталисты. Так что такой благости, как вы нам рассказываете, не получается. И вот для того, чтобы обеспечивать это самовзрастание стоимости постоянное, вот тут и возникают вот эти вот вопросы. Как это регулировать все? Да, я к тому, что в том числе необходимо гасить какие-то социальные конфликты, для того, чтобы они не разостались. Как, например, при существовании Советского Союза капиталисты были вынуждены показывать своему рабочему классу, что можно хорошо жить рабочему даже при капитализме. То есть, скажем, условия труда за последние годы после распада Советского Союза положение рабочего класса сильно-сильно ухудшилось на Западе. Какие методы? Вот у нас про методы. Назовите метод регулирования. Метод регулирования. Вот если вы про то, что вы сейчас конкретно говорите, про то, что обеспечить... Метод регулирования, он коррелируется в зависимости от условий. Про конкретные методы скажите. Извините, пожалуйста, назовите. Назовите метод. Ну, метод во времена Советского Союза, соответственно, был... На Советском Союзе не было госкапитализма на Советском Союзе. Был метод у капиталистов. Они, соответственно, улучшали условия труда своих рабочих. На Западе он имеет в виду. На Западе. За счет кредитования они это обеспечивали. За счет кредитования. Они ничего там не делали просто так, для своих рабочих. Кредит они давали. И в процессе все время кредит падал. А вы рабочих не берете? Эти африканских, азиатских? Есть рабочие этих самых американских и английских капиталистов. За счет всех, безусловно, что западные рабочие, они были как бы в какой-то банде. И им платили как членам банды. Если это английские рабочие, то ты член английской банды. Поэтому мы Англия, мы грабим Южную Африку. И ты уже получаешь, благодаря ограблению Африки, ты уже получаешь лучшую зарплату. И так это описывается. Никакие это не банки, а, как говорится, о рабочих предсложниках класса капиталистов. Лейбол лейтенсов капиталист-класс. Рабочие. То есть верхушку подкармливали, верхушку только, а не всех рабочих. Верхушку. Владимир Ильич Ленин в своей работе. Это, во-первых, и подавляли жесточайшим образом тех, кто выступает. И сейчас подавляли. Как последняя стадия капитализма, как раз он и рассказывал про то, что... Рассказывал историю про то, что... Один из идеологов английских капиталистов, предприниматель, услышал разговор, ругань где-то в английском каком-то кабачке о том, что рабочие ругались. Что империализм необходим для того, чтобы мы подавляли остальных, чтобы давать нашим деньги, чтобы не было социального бунта. Что нам нужно грабить других, чтобы давать своим, чтобы у нас в Англии было спокойно. Вы от конкретики все-таки уходите в этом вопросе. Можно прямо... Есть предложение перейти к следующему вопросу. Да. Соответственно... Я вам перейти к оценке уже. И даже к этой... Да. Какой у вас самооценка даете себе? Самооценку вообще... Учиться, учиться и учиться. Положительная. То есть удовлетворительная. Удовлетворительная. Завещал и три. Вы согласны? Удовлетворительная. Положительная оценка. Удовлетворительная, положительная, да. Это государственное регулирование. Да. Так, ну что? Мы должны перейти к вопросам... Нет, я думаю, что надо, во-первых, отпустить. Во-вторых, сделать перерыв. Давайте. А потом перейти. К чему? К заочным. К заочным. Ну давайте, перерыв. Я не знаю, перерыв можно сделать. Отпускать товарища, если хотят послушать. Если хотят, конечно. Я думаю, они устали. Методы регулирования изучите все-таки. Да, инфляция, безработица, кредит, госзаказ и так далее. Вот это методы регулирования. Уважаемые товарищи, продолжаем наш экзамен и переходим к работам, которые прислали учащиеся слушатели заочно в систему дистанционного обучения. Я, с вашего позволения, начну. Гапонов Иван Александрович. Иван Александрович, в общем-то, дал достаточно короткие, но емкие ответы. Ни к чему я не смог придраться, хотя очень хотел. Иван Александрович получает оценку отлично. Кононов Дмитрий Михайлович рассматривает вопрос о материалистическом понимании истории. Иван Александрович отвечает совершенно верно. Именно в том духе, как мы тут уже разобрали. И когда дает кратко развернутое определение империализма и разбирает вопрос о паразитизме и загнивании империализма. Во-первых, вопрос о паразитизме и загнивании империализма разобран не полностью. И, в общем-то, можно много моментов загнивания и паразитизма империализма, особенно сегодняшнего, указать. Скажем, фашизм во внешней политике тоже является одним из характерных черт загнивания этого империализма. Этого самого. Но вот товарищ пишет интересную мысль, с которой я бы хотел поспорить. Он указывает. «Являются ограбляемые в империалистической системе». И дальше он пишет, что, в общем-то, приближает канун социалистической революции. То есть, чем больше страну грабят в империалистической системе, тем ближе, с точки зрения товарища, канун социалистической революции. И это неправильное утверждение. Социалистическая революция происходит в самом слабом звене империализма. Но слабое-слабое звено – это не в том смысле, что это самое эксплуатируемое и ограбляемое государство. Дальше, следующий вопрос. Что такое научный социализм? Ну и здесь товарищ делает ту же самую ошибку, которую мы уже сегодня разобрали, отождествляя научный социализм и марксизм-линизм вообще. Причем он прямо говорит о трех источниках марксизма. Но при этом почему-то научный социализм прямо отождествляет с марксизм-линизмом. В целом, работа заслуживает оценки хорошо. Адамов Алексей Викторович отвечает на вопрос явления сущности и действительности, отвечает хорошо. Дальше дает краткое, развернутое определение империализма. Ну и вот он говорит, империализм есть, капитализм на той стадии развития, когда сложилось господство монополия финансового капитала, приобрел выдающее значение вывоз капитала, начался раздел мира рынков. Ну и в общем вот те пять свойств империализма он свалил в одно предложение и перемешал их. Поэтому здесь надо поточнее просто формулировать. И пишет, товарищ, капитализм в стадии империализма подходит вплотную к всестороннему обобществлению производства. В каком смысле? Что за всестороннее обобществление производства? То есть бывает одностороннее обобществление, бывает всестороннее обобществление. Непонятно, что вы здесь имеете в виду. Производство становится общественным, но присвоение частным. Ну так можно говорить. Но что такое всестороннее обобществление? Непонятно. Советы и проблемы отмирания государства. Да, вот нам тут товарищ указывает, что советское государство это диктатура большинства над меньшинством Но вот тут тоже у Владимира Ильича есть, конечно, такая формулировка Но обратите внимание, если мы говорим об диктатуре пролетариата, то есть именно в определении ленинском То есть диктатура пролетариата это диктатура городских, фабрично-заводских рабочих То, в общем-то, промышленных рабочих, да Вообще говоря, они большинства в самом начале могут и не образовывать никакого Да, конечно, если мы говорим о развитии социалистического государства и о том, что никто не должен перекладывать свою долю производительного труда на плечи другого Это уже может быть говорить о диктатуре большинства над меньшинством, но это не всегда верно, я бы так сказал Так, государство, и тут нам товарищ пишет, вот про государство, советское государство Государство призвано отрицать все, что есть отрицательного в обществе И когда не останется ничего такого, что требовалось бы отрицать, государство не будет использоваться по назначению, в этом смысле отомрет, а лучше сказать уснет Государство не призвано отрицать все, что есть отрицательного общества Государство, во-первых, там не отрицает, а преодолевает, подавляет тенденции И эти тенденции связаны именно с противоречиями развития социализма, как первая фаза коммунизма. А не все отрицательное в обществе государство призвано отрицать. Это было сказано неправильно. Оценка хорошо. Лобачев Василий Иванович. Определение понятия. Понятие как снятие от сущности. То есть товарищ нам пишет, качество есть определенность взятое изолировано от нечто, которое равно самому себе и в то же время не равно, так как нечто изменяется и остается с собой. То есть товарищ берет качество, вроде как, а когда мы рассматриваем качество, оно берется действительно изолированно. Это определенно взятое изолировано. Но не от нечто, там вообще еще нечто никакого нет, когда мы рассматриваем качество. А тут товарищ перепрыгнул через категорию, и у него все смешалось в этом смысле. Так, сущность человека общественная. В целом правильно. Можно сказать, что это правильное такое выражение. Но если мы говорим, надо понимать, что такое общественная сущность, что это слово обозначает. Если мы, так сказать, собрались просто поговорить в курилке, это у нас общественная сущность. Все-таки надо говорить, что в общественных отношениях. А общественная, и здесь надо видеть связь общественного бытия с общественным производством. То есть все-таки мы говорим, что сущность человека общественная в том смысле, что мы вступаем в общественные отношения производства. А не просто в курилке собрались и таким образом проявляем свою человеческую сущность. Так, третий вопрос. Происхождение государства, сущность государства, форма государства. Государство имеет своей предпосылкой к появлению разделения труда между городом и деревней. Между городскими отраслями появление всякого рода должностей. Мне кажется, что когда, может, Александр Сергеевич меня поправит, что когда города уже возникли, то и государства уже сложились. А не так, что сначала возникли города, а потом противоречие как-то государства образовалось. Поэтому здесь вы это не точно формулируете. Государство есть аппарат подавления одного класса другим. Ну это как-то, в общем-то, можно сказать, что это правильно, но это не есть истина, не есть точная. Нету здесь точности формулировки. Один класс другим. Мелкая буржуазия подавляет класс буржуазии. Или что происходит? Все-таки, когда мы говорим об этих классах, нужно говорить об администических классах эксплуататоров. То есть аппарат, который использует господствующий класс для подавления класса эксплуатируемого. Вот это будет верно. А не одного класса другим. И не важно, кто кого. Как будто это не имеет никакого значения. Оценка хорошо. Так. Поротова Римма Эдуардовна. Ну вот и Римма Эдуардовна тут отвечает на вопрос о тождестве и различии. И она вот приходит к вопросу о противоречии, но никак не определяет, что такое противоречие. Два разных момента рефлектируют по отношению друг к другу, что является противоречием. Вообще-то у Гегеля прямо говорится, что противоречие это исключающая рефлексия, а не або какая рефлексия. То есть вот момент того, что это исключающая рефлексия, вы упустили. Так. Назовите основные признаки империализма. То же самое. Товарищ смешал все, а вот основные признаки, пять признаков отдельно не перечисляет. Все как-то очень смешано. Что такое научный социализм? В наше время научный социализм – это марксистско-ленинская теория развития человеческого общества. Научно обосновывающая исчезновение класса в ходе исторического развития общества. Производство отношений и построение коммунистического общества. Вот как-то такое ощущение, что все из одного места взяли. Или кто-то сказал это на лекции. В общем, все отождествляют научный социализм с марксистско-ленинской теорией. Ну и тут вообще развитие человеческого общества, но с марксизмом-ленизмом. Такое ощущение, что товарищи прямо отождествляют научный социализм. Что является не совсем верным. Хотя, как мы говорим, что если мы говорим о научном социализме и начинаем изучать научный социализм, то поскольку это момент, он, естественно, содержит в себе неразрывно и политическую экономию, и исторический материализм. То есть, если мы начинаем, как в «Капитале», мы начинаем рассматривать вроде товар, заниматься политической экономией, а приходим к тому, что уже к середине, к концу первого тома, о том, что бьет час капиталистической эксплуатации, экспроприаторов экспроприируют. То есть, мы уже попали вообще в сферу научного социализма вроде как, а начинали с товара. Поэтому, действительно, это моменты неразрывные, но все-таки надо их отличать. Так, оценка. Хорошо с минусом. И Рахманов Владимир Валентинович, город Мариуполь. Значит, тоже товарищ, когда противоречие говорит, он говорит, что это единственная борьба противоположностей, наличие в объекте противоположных взаимоисключающих сторон, свойств, моментов, тенденций, которые в то же время предполагают друг друга, и в составе данного объекта существует лишь у взаимной связи и единстве. Да, это из словаря опять какого-то взято, но если мы говорим с точки зрения науки логики Гегеля, Гегель говорит, что это исключающая рефлексия, и он показывает, что исключающая, до этого он уже показал, что любая исключающая рефлексия является определяющей. То есть, вот вам и единство, и борьба противоположностей. Так что надо пользоваться Гегелевскими как-то определениями. Так, ну ладно, здесь у меня мелкие, мелкие замечания, которые, на которых я не буду останавливаться, поскольку я поставил товарищу отлично со знаком минус. Мне понравилась в целом работа, а работу товарища Бегуновой Александры Алиновны мы уже разобрали. Все. Сергей Васильевич. Так, Дубовицкий Юлия Александрович. Первый вопрос. Тоже есть, то различия, противоречия. Отлично. Второй вопрос. Зовите основные признаки империализма. Тоже отлично. И что такое научный социализм. Тоже отлично. И в целом отлично. Так, Юркевич, Евгений Олегович. О сущности, как снятом бытии и олеговичности. Сфера сущности является снятие всей сферы бытия. Снятие означает отрицание содержания. Это неправильно. Снятие не отрицания содержания, а отрицания с удержанием. Тут два слова, и смысл совсем другой. Потому что снятие и содержание может быть. Если я кратко излагаю что-нибудь, это тоже снятие содержания. А тут не снятие содержания, а снятие с удержанием. Это вот ошибочка. Тут вот за этот пункт я поставил три. Дайте определение капиталистического производства. По маршру стоимость товара и при производстве, и при его обмене одна и та же. Но раз она одна и та же, почему стоит вопрос о стоимости и при производстве, и при его обмене. Стоимость вообще создается в производстве, поэтому она никуда и не девается. Цена может поменяться. И при обмене цены устанавливаются не в соответствии со стоимостью. А стоимость товара определяется количеством вообще необходимого труда в процессе производства. К этому моменту вообще ни при чем. Это раз. И даже когда идет, скажем, распределение продуктов по ценам производства, в реальном товарном хозяйстве, третий том капитала, все равно стоимость – это одно дело, а цены производства – это другое дело. Это цены, которые получены от издержки производства плюс средняя прибыль. Но все это считается в труде, в трудомогопеваленте. Ну, хорошо можно поставить. Иначе говоря, цена изготовления всегда равна цене продажи. Это понятное дело. А что значит цена изготовления? Цена изготовления у нее нету, она не является ценой продажи, поэтому она не может повелеться. Так, исторические типы государств. Тут все правильно, все нормально. Ну, вот написано, экономическую базу социалистического государства составляет общественные социалистические формы собственности. Вообще экономическую основу социалистического государства являются производственные отношения, социалистические производственные отношения, а не вообще социалистические формы собственности. И социалистическая система государства. Это уже совсем неверно. Социалистическая система государства никак не становится основой и не составляет экономическую. Вот в целом хорошо. Так, дальше теоретически. Так, Шенцев Иван Олегович. Теоретическая и практическая идея, абсолютная идея, философия. Все четко, дано. Но дайте краткое и развернутое определение империализма. В чем выражается правитизм и заведевание империализма в политической экономии. То же самое, очевидно. Вот, советы и проблемы отмирания государства, научный социализм. Вот тут из представителей советов предприятий образуются городские областные советы. Это неверно. Не из представителей советов предприятий, а в предприятиях сразу выбираются городские советы. По той норме, которая установлена. Если норма такая, что там 200 человек и там 400 человек, ну, два будет депутата от этого предприятия. А не от представителей советов. Хотя некоторые, так сказать, думают, что они это прибавив, что-то дают. Не нужно на уровне предприятия некую такую бюрократию создавать, которая и тем самым оттеснять, так сказать, рядовых рабочих, рядовых трудящихся от решения вопроса о власти. Вопрос о власти должен решаться очень просто. Вот избирается депутат один раз. Он после этого может попасть на съезд советов, может не попасть. А на съезде советов он может попасть в ЦИК, может не попасть. Но любой человек оттуда и из ЦИК, и со съезда советов может улететь обратно в свое предприятие. При этом, независимо от того, освобожденный был или не освобожденный, и перестать быть депутатом. Вот это у нас потерялось, начиная с середины 30-х годов. И, так сказать, бороться стало с бюрократизмом и со всеми отклонениями очень тяжело. Поэтому здесь это не совсем точно, надо разбираться. Демократия – это форма государства. Государство – это машина насилия. В руках господствующего класса. Да. Всю историю человечества государства была инструментом угнетения меньшинства-большинству. Какая-то ерунда. Всю историю человечества государства было инструментом угнетения меньшинства-большинству. Нет. Угнетение меньшинства-над-большинству. Вот так вообще не по-русски. Вообще это было государство инструментом господства меньшинства над большинством. Так можно. Так, инструмент угнетения большинства над меньшинством. Вообще не говорят, не по-русски. Угнетение большинства над кем? Угнетать можно кого-то, а не над кем. Над кем можно господствовать. Над кем? То есть это такое вот неаккуратное выражение, но с минусом я поставил. А тут какие-то проблемы с языком. А Жодин Сергей Игоревич, у него такие вопросы, теоретическая и практическая идея, основные признаки империализма, и потом исторические типы государств. И четвертое государство, орудие классового господства. Все очень четко, точно, аккуратно. Вот примерно в том духе, к чему мы стремились сегодня на экзамене, чтобы отвечали люди по существу и аккуратно. Вот пожалуйста, Жодин Сергей Игоревич замечательно ответил. Не к чему придраться, как говорится. Могли бы придраться, но не к чему. Когда Плелов Александр Михайлович, то есть то различия, противоречия. Тут все четко написано. Финансовый капитал – это банковский монополистический капитал, сросшийся промышленным монополистическим капиталом. Продляющей роль играют банковские монополии. Представители финансового капитала – это финансовые олигархи. То есть при господстве финансового капитала, банковского капитала, вот что такое финансовый капитал, не просто он там сросшийся, определяющий его ролик, мягкие такие формулировки. При господстве банковского капитала банк скупил колонии, эти самые крупные фирмы, крупные предприятия и осуществляет монополистическое господство. А у него в руках больше денег, вот он поэтому и выступает всегда господин. А представители промышленности выступают как некие подчиненные фигуры. Финансовый капитал и финансовый олигархи – отлично. Так, сущность, как снятое бытие. Отрицание наличного бытия, снятое наличное бытие, называется сущностью. Это совершенно неверно, совершенно неверно. Потому что отрицанием наличного бытия является нечто, между прочим. И нечто является отрицанием наличного бытия. А сущностью называется отрицание вообще бытия. В целом, вся сфера бытия отрицается и появляется сущность. Это говорит о том, что вот товарищ вроде строчку написал, и строчка неверная. Ну, если он не разобрал, значит, ну, по крайней мере, надо посмотреть на книги. Если есть книга учения о сущности, а перед этим стоит книга учения о бытии, но видно по этим книгам, что учение о сущности является отрицанием бытия, учения о бытии. Диалектическим, конечно. Но, в целом, тут хорошо, можно поставить вроде так. Остальные вопросы – нормально. Александр Александрович. Да. Ну, я хочу сказать, что вопросы часто выбираются, значит, ну, вот одни и те же. Да. Скажем, сущность, как снятые бытия, у меня тут в пяти, значит, вариантах. Ну, и другие. И мы их обсудили и в устных, значит, ответах, и вот товарищи проанализировали, сделали замечания, оценки. Поэтому мне тут остается только и упомянуть, что, значит… В общем, вопросы эти разобрали. Ошибки типичны. А сни и те же. И даже в какой-то мере удивительны вот это соотношение, значит, финансового капитала и в нем соотношение банковского и промышленного капитала. Да, слияние, сращивание, сращивание, но под господством. И именно два этих момента указывает Ленин все время. И мы на это обращали внимание все время. Но почему-то они как-то не укладываются в голове. А именно в этом и изюминуют, что это подчинение промышленного капитала финансовому. И мы сейчас видим, как в Америке эти финансовый и промышленный капитал сталкиваются. Америка трясет, пошла. И неизвестно, чем там кончатся эти выборы осенью. Поэтому это не абстрактная теория. А это вот она, жизненная борьба, живая. Мы можем ее наблюдать. Значит, в каком-то смысле она уже приобретает некоторые кровавые формы самой Америки. Вот, ну и в этом смысле, значит, товарищ Макарова, Галина Александровна, она на все ответила вопросы хорошо. Немножко, значит, с историческими типами государства у нее шероховатость, но все равно, значит, мне хочется ее отметить в лучшую сторону, что она как-то спокойно, самостоятельно рассуждает, чувствует, что она ниоткуда не списала, а сама это пережила, усвоила и спокойно, значит, предлагает. Поэтому форма изложения еще очень хорошая. Оценка какая? Оценка отличная, я говорю, и отмечаю в лучшую сторону. Значит, и Олев, вопросы все, которые мы уже видели, слышали, и он их, в общем, правильно освещает, поэтому тоже я ему поставил отлично. Товарищ Мясников Василий Геннадьевич те же самые вопросы и про сущность, как снятые бытии, и про, значит, финансы и все такое прочее, финансы, финансовые олигархи, но он ответил на все правильно, спокойно, грамотно, тоже заслушивает отлично. Товарищ Кашфуллин Романуак Маликович. Определение понятия, понятие, как снятые сущности. Но все правильно, просто привел определение и все. Ну, это лаконично, конечно, но здесь нужно бы пояснить и примерами, и определение, и понятие, как снятые сущности. А он это дает лаконично просто и без примеров. Точно так же и другие вопросы. Поэтому, ну, правильно, но, мне кажется, недостаточно подробно и без примеров, поэтому его ответ можно отметить только хорошее оценить. Хорошо. Ну, и, значит, как-то тема редкая, насколько я понял, затронута, вопрос, на который отвечают редко. Это вопрос теоретической и практической идеи, абсолютной идеи. И у меня, вот, товарищ Прохоровский, Данил Сергеевич, он и рассматривает этот вопрос. Ну, и тоже, вроде бы, так сказать, так он с ним разобрался, чувствуется, что почитал, позанимался и пытается как-то это самостоятельно изложить. Но, получается, у него не очень гладко. Значит, теоретическая идея – это идея истины. Но, да, это идея истины, идея об истине, идея поиска истины, достижения истины. А у него это, скорее, понятие. Вот он даёт нам понятие истины. Истина – это, значит, соответствие понятия объекту. Это аристотелевское определение. Причём, аристотельное оно звучит – истина соответствия мысли предмету. Вот, во-первых, у Аристотеля до понятия он ещё не дошёл внесения в определение. И говорит, что соответствие мысли предмету. Почему? Потому что предметом может быть и субъект. А у товарища Прохоровского только объект. Тут дело в том, что и вообще в языках разных, и в нашем языке понятия объект и предмет, они как-то недостаточно различаются в общественном сознании. Вообще-то, объект в переводе на русский язык – это и значит предмет. Но, скажем, в английском языке предмет – subject, субъект. Почему? Потому что объект может быть и субъектом. Во-вторых, значит, предмет может быть и субъектом. Я уж не говорю, что предметом исследования может быть субъект. Такие субъекты, как человек, партия, класс – это субъекты тоже. Помимо того, что они предметы, объекты, они ещё и субъекты действуют. Кто такой субъект? Субъект – тот, кто действует. Поэтому для определения понятия истины, и мне кажется, несколько раз мы вспоминали на занятиях, что истинно есть соответствие понятия предмету и предмета понятий. И вот это очень важно. Иначе и он, и ему следующее останавливаются на аристотелевском понимании истины. Дорогие товарищи, две с половиной тысячи лет разваловского цифра, а мы ещё не можем, значит, ну как-то дополнить Аристотеля. Аристотель – это очень глубоко. У меня Аристотель – настольные книги. Но всё-таки Гегель и марксизм пошли дальше, и я думаю, что без нового вот этого понимания истины, которые мы всё время, значит, развиваем в наших лекциях, я думаю, дальше идти. Нужно идти дальше, Аристотель. Значит, идея добра заключается в преобразовании объекта в соответствии с понятием. С каким понятием? С истинным понятием. С понятием добра. Причём, значит, практическая идея, она же не просто идея у нас витает в сознании, а практическая идея – это такая идея, которая в жизни живёт и развивается. Скажем, Гегель в учении о духе, он показывает, как юноша, значит, он переходит к практике, приходит во взрослую жизнь, его мир вот этот вот не устраивает, который он постиг в его понятии неразвитых. Он хочет мир преобразовать. И человечество всё время хочет мир преобразовать в соответствии с понятием, но с истинным понятием добра. А что добро? И это большой вопрос. Значит, я думаю, что у нас это понятно, что добро – это развитие человека, всестороннее развитие человека. Значит, общество, в котором создаются условия для всестороннего развития всех людей. Ну и так далее. Да, ну и другие вопросы, они повторяются. И, в общем, он отвечает точно так же. С теми же самыми ошибками, которые товарищи уже отметили. Поэтому можно поставить товарищу Прохоровскому хорошо. Так, Дудниченкова Нина Андреевна. Вот она поставила, что она из Челябинска. Значит, ну и те же самые вопросы с теми же самыми, значит, ошибками, которые мы покритиковали. Поэтому можно поставить ей хорошо. И Зелелединов Данил Айдарович. Значит, у него те же вопросы определения империализма, исторические типы государств. Но он подошел к этому как-то формально, излишне лаконично. На каждом экзамене один, два, три человека встречаются, значит, излишне лаконично. Я отмечал во всех экзаменах. Что? Вот дали только определения и все там. Перечислили там раз, два, три, четыре признака. И на этом остановились. И весь ответ там на третьей странице. Но все-таки наша учебная часть разъясняет, что место-то на странице хотя бы есть. И нужно и дать определения, и дать какие-то разъяснения. И, конечно, если есть возможность, дать примеры. Поэтому я думаю, что вот такой излишне лаконичный ответ можно оценить на удовлетворительном. Все. Спасибо, дорогие товарищи. Разрешите поздравить всех слушателей первого отделения Красного университета, которые прислали свои работы и выступали сегодня с успешным окончанием первого отделения. Я думаю, та дискуссия, которую мы сегодня здесь наблюдали, и те замечания, которые нам пришлось разобрать, говорят о том, что товарищи глубоко уже разобрались в тех темах, которые предлагались к изучению. Но при этом нужно понимать, что само изучение оно бесконечно. И, переходя на становясь слушателем второго отделения, вы можете заниматься самостоятельным изучением трудов Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Гегеля. Вы можете изучать эти труды самостоятельно. И для того, чтобы поднимать свою квалификацию и свой уровень пропагандиста, ту самую квалификацию, которую мы сегодня выдадим 23 человекам, 23 слушателям, чтобы поднимать эту самую квалификацию, вам необходимо дальнейшее изучение, штудирование основных произведений марксизма, ленинизма. Я думаю, что этот путь вполне можно быть осилен. Если не за один год, то за два, за три, за десять, за пятнадцать, за сколько вы сможете осилить этот путь, за столько, и его нужно осилить. Еще раз поздравляю всех слушателей, которые получили положительные оценки. Спасибо за внимание. У меня есть маленькое сообщение. Я считаю, что товарищи, которые сдавали успешно экзамены, прошли обучение, они вполне достойны того, чтобы поступить в рабочую партию России и продолжать изучение и применять его на практике. Поэтому я вас приглашаю от имени Центрального комитета рабочей партии России Кирилл Валерьевич, сопредседатель идеологической комиссии. Я тоже сопредседатель идеологической комиссии рабочей партии России. И скажем, рабочая партия России считает, что это вот ее миссия и в том, чтобы просвещать товарищей в области марксизма и ленинизма, но и не останавливаться на просвещении. Наша рабочая партия России имеет газету, в которой все участвуют, и которая имеет тираж сейчас 56 тысяч и раздается в основном у проходных предприятий по всей России. Часть ее поступает и на спецоперацию, туда товарищи регулярно ездят и собирают, привозят и газету тоже раздают. Здесь есть все, так сказать, координаты наши, телефоны. Рабочая партия России открыта для трудящихся, поэтому здесь на картой внизу даны домашние телефоны членов партии, к которым можно обращаться в разных городах. Поэтому я, например, не удивляюсь, когда мне звонят и говорят, а вот я из города такого-то. Там и Александр Сергеевич нет, и Гирилл Владимирович, и так далее. Значит, советую вам отсюда взять с собой номерочек «Народные правды». Желаю вам успехов в изучении и применении марксистско-леницкой теории. Ну что, два слова тоже. Значит, спасибо тем, кто, во-первых, на экзамен пришли вовремя, во-вторых, те, кто вовремя переслал работы, и мы их смогли проверить. Вот, товарищ Мордовин заходил сегодня после работы, это вот он сейчас придет домой, и к нему пойдет вал работ, которые в последний день, значит, присылают, раз до 29-го, уже до 29-го пришлют. Вот, и мы их еще долго-долго будем проверять. Так что вам большое спасибо, что вы все сделали вовремя. Ну и я доволен лично ответами всеми, в том числе, значит, и теми товарищами, которые там не выяснили какие-то вопросы. Почему? Потому что чувствуется, что поработали, разобрались, ориентируетесь и в темах и в понятиях, а вот эти тонкости, детали – это дело лет. За год, тем более за занятия. Это придумали экзаменаторы, чтобы… А в неделю, конечно, мало это очень. Поэтому это все дошлифуется при соответствующей работе. Так что вперед к более высокому уровню знания. Старт, у вас есть теперь все навыки учебы, у вас есть. Что? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова